Вот они первые метры на отремонтированной лодке с новым мотором. Счастлив как слон. Я уже думал, может придется пропустить осенний сезон по рыбалке где-то в хороших местах в Хакасии или в Красноярске. Но нет, нет, я его не пропущу, поэтому будет много интересного. Да и сегодня я ожидаю неплохую рыбалку. Хотя сейчас подходил местный к нам, говорит, что сегодня не клюет. Вчера клевало, а сегодня нет. Но это как всегда, газовать не газую, потому что мы на обкатке, как вы помните. Там вон какой-то порог к скале. Кстати, мы пока идем на проходимцы. Ну естественно, я еще не газовал, пока все нормально. Домик такой, прямо на самом берегу. Не смыло же его поводком. Завимка ли, не знаю, может пасешь для охотников. Наша первая остановочка. Будем пытаться ловить таймишонка и хариуса. Я буду кидать блесну, по крайней мере. Посмотрим, что из этого получится. Не все же кататься надо и удовольствие получить. Пока нам поймать рыбы не удалось. Но мы не отчаиваемся. Смотрите, здесь кругом следы жизнедеятельности бобров. Очень много вот таких дорожек натоптанных к воде. Это все они. Долина этой реки очень сильно заселена бобрами. И все притоки, кстати, маленькие тоже. Знаменитая бобринная струя. Я не знаю, в чем ее суть. Но кто-то даже продает. Питерная. Струя бобра. Надо идти на бобринную охоту. Причем принимают рыночки в городе. Почем? Зимой 25 тысяч килограмм. Надо переквалифицироваться. Дружевые деньги. А бобров, бобров. Местные ходят, рыбачат. Харис плавится прям в камеру. Так видно хорошо. Это первые рыбаки, которых мы сегодня видим. Вообще никого нету. Я удивлен. Обычно на череша много народу. Рыбачат, кстати, тоже на сплетню. Смотри. Взял, взял. Поплавки все утопил. А, он просто на верхний оплавок. Маленький. Да нет. Два что ли? Нет. А, один. Ну вот такой пойдет. Мелкоядовой, так сказать. Ну какой. Мелкоядовой по нашим меркам. Да? Да. Что, была поклевка? Да. Харис ловится вот такой некрупный, немного. А тайменя нету. Вот сколько идем. С плавом в основном. Ни одной поклевки тайменей еще не было. Меняю воблер и блесна. Пока безрезультатно. Дождик сейчас немного шел. А мы идем с плавом. Иногда заводимся. Обкатываем мотор. Иногда просто идем рыбачим, релаксируем. Ну, кидаем дальше, кидаем дальше. Тайменник мест мало. Всего две ямы было на протяжении сколько идем. Ну, вот только включил камеру, сразу пах. О! Плещет. Плещет, но не берет. Ребята, уже осень пришла. Вы видите, листья пожелтели на березах, на осинах. Кстати, Харис стал плавиться активнее. Куда не посмотришь, там-там прыгают. Мелочь, правда. А так, конечно, тишина, благодать. Очень круто. Вот оно. Где он? О! Где у тебя все-таки лошади? Красавец. Это по два. Вот она. Вот она, моя блесная, любимая. Рабочая, да? Вот он, таймешок. Под двушку. Вот такого таймени взяли. Вот и бонщик. Хороший. Взял, да, все-таки оно. Красава. Ну что, это два где-то? Да. Ладно, такого включу. Первый мой таймень нынче. Ну какой таймень? Таймешонок. Но все равно взял в таком месте. Мы сейчас поднимемся, еще раз здесь прокидаем. Ну я думаю, здесь два было голимых. Даже побольше, чем два килограмма было. Здорово. Все, рыбачим дальше. Настроение поднялось. Поймали хариуса. Очередного. Хорошенький этот. Пойдет. По местным меркам. Нормальный. Как ты говоришь? Это нормально. Это не мелкое едовое. Это нормально. Ну посмотри, посмотри. Два? Это как впилось. Одна сюда. Одну он прогнетил. Прям в заглот взял, да? Да. Надо подняться. Хороший плюс. Еще раз. Ну что ж, ребят. Перспективное место. Пробуем поймать тайменя. Обалденная здесь яма. И хорош такой заход. Ой, думал, кто-то клюнул у самых ног. А эта палочка напугала меня. Да, какие красивые горы, скалы, река. Здорово. Провели сегодня денек. Больше особо ничего не поймали. Там вон есть, конечно, хорюшков немного у нас. Разных. И мелкие, и более-менее. Ну вот и один таймешонок поймался килограмма на два, два с половиной. Синий утес место называется. Все, сейчас мы сворачиваемся и идем к машинам. Ну вот мы и вернулись сюда в поселок. Я оставляю здесь ребят, они будут ночевать на базе. А я иду вниз, до перспективных мест. Буду ночевать в палатке. Один, возможно, вечером попытаюсь поймать тайменя. Может быть, рано утром. В общем, сегодня мне предстоит ночевка одному. На берегу горной реки. В полнейшем одиночестве. Поэтому все, я стартую. Время уже много. Мне надо еще успеть спуститься. 20 километров за 20-30. До перспективного места. Ну, одной из самых сложных задач является выбор места для ночевки. Обычно. Ну, сегодня я один, поэтому мне ни с кем не надо советоваться, никого не слушать. Я где хочу, там и ночую. Вот мы когда спускались на рыбалку вниз, я приглядел место. Вот оно. Здесь, кстати, хорошая ямка. Вот хороший такой заход. И начинается глубина. Я думаю, что вечером и рано утром здесь можно порыбачить результативно. Поэтому план сейчас следующий. Я изначально готовлю дрова, ставлю палатку, развожу костер. Но, к сожалению, рыбы сегодня у меня нету, потому что харюза, которую пацаны наловили, они забрали. Тайменя, которого я поймал, таймешонка, я отпустил. Вот здесь видно, что палатка уже стояла. Нынче, судя по всему, потому что костровище. Мусор валяется, но мусор я уберу. Соответственно, вот здесь под Ивой ставлю палатку, чтобы ветра сильного не было. А вечером пойду таймешить. Да, ветерок здесь подувает, конечно, открытая местность. Но зато место перспективное. Ладно, начинаем. Это у меня сегодня будет первый опыт, когда я ночую один на берегу реки. Никого нету. Это в ближайшей деревне километров 30. В эту сторону, в ту сторону. Не знаю. Здесь, кстати, немало медведей. Это мне известно достоверно. По крайней мере, по ту сторону черыша постоянно охотятся. И стреляют медведи. Это я точно не знаю. Ну все. Ну все, я начинаю. Время тянуть некогда, потому что уже темнеет. Наверное, восьмой час. Продолжение следует... Аааааааа! Ааааааа Следующий этап это палатка Саму палатку поставил Сейчас натяну темп И всё готово. Вход будет со стороны костра. Ну всё, палатку поставил. Сейчас буду, наверное, готовить ужин. Ставить столик возле костра. А потом попозже пойду покидаю на Таймене. А там видно будет. Так вот вечерую. Плохо, что без рыбы. Но я вам про рыбу уже всё объяснил. Тучи ходят. Но на улице тепло. Дует ветерок, конечно. Костерок горит. Сейчас буду ужинать. Ещё сегодня планировал заправить бак бензина. Но чтобы завтра с утра побольше времени осталось на рыбалку. Потому что в 12 мне нужно уже быть на месте старта. Мне парни помогут собрать лодку. Поэтому завтра планирую встать как можно раньше. Может быть там в 6 или в 7 часов. И порыбачить ещё на Таймене. Здесь много ям, которые я сегодня видел. Поклёвок в них не было. Но возможно с утра будет браться. Парни, я хоть и достаточно часто бываю в тайге. Но так на лодке в основном. Где-то мы останавливаемся, ночуем. Но обычно у нас много человек. Мы возим там с собой бывают какие-то петарды. Или фальшвейры. Или ракетницы. Но сегодня я нахожусь один. И это не то же самое, что там 5 или 3 человека. Это один. Очково сидишь, прислушиваешься к каким-то звукам. А звуки постоянно какие-то есть. То ветер подует. То зашуршит. То где-то я не пойму. То ли там козлы гавкают. То ли лошади. То ли коровы какие-то ходят. То есть сидишь и прислушиваешься. Вот сейчас я начал понимать Андрея Абвагада. Который ходит по тайге один. Вы представляете насколько там очково. Ладно днем, а ночью. Ну наверное поэтому он и ночует. Ну или старается ночевать в избушках. Но поскольку тут избушек нету. Я ночую в палатке. Хорошая функция вот эта ночная съемка. Смотрите как все видно замечательно. На улице окончательно стемнело. Я решил пойти покидать на таймение. Есть у меня фонарик вот с такой красной лампочкой. Говорят что рыба красного света не боится. Не зря же все таки я приехал на яму. И остался ночевать. Вот моя лодка. Надо будет ее привязать попозже. А вот он спиннинг. Ладно. Пойду покидаю сначала блесну. А потом привяжу мышь. Кидаю я уже 15. Тишина. Ни поклевок. Ни всплесков. Ничего нет. Покидаю пока блесну. Сейчас еще маленько покидаю. И буду ставить мышку. Хочу помышковать. Есть у меня вот такая мышка. Крючок серьезный здесь. Покидаю еще минут 20. Если ничего не будет пойду к костру. В общем все. Рыбалку я закончил. Таймень не клюл. Сейчас посижу у костра маленько. И буду укладываться спать. Хочу сидеть. Завтра пораньше встану. Еще покидаю с утра. Хорошо сижу. Ничего не поймал. Но это не проблема. Завтра поймаю. А если завтра не поймаю. То тоже не расстроюсь. Главное время провел замечательно. Основная цель конечно сегодняшней поездки. Это обкатка мотора. Я сегодня хоть и ходил на резиновом интейке проходимец. Ничего не настраивал. Лодка идет здорово. Водозаборник ниже. Водоводные пластины. Но особо не газовал. Потому что мотор на обкатке. Ну все парни. Я лег спать. Спокойной ночи. Завтра будет новый день. Доброе утро. Время около 8 часов. Я встаю. Ночь прошла спокойно. Ветер всю ночь дует. Костер похоже всю ночь прогорел. Потому что я встал. Дымок еще идет. Сейчас подложу сухие дров. Жду, что разгорится. Такие красоты открылись с утра. Я проснулся. Здесь народ рыбачит. И конкуренты. Скромный завтрак доброго рыбака. Или гуманного. Ну ничего. На колбасе можно долго протянуть. В Дарнасыре. Вот такой бутер сейчас получится. Начинаю. Мусор собрались. Здесь предыдущие рыбаки накидали. Коробки от яиц. Этикетки. Сжечь надо все. Мне нужно бензином налить. Бах. Ну вот и все парни. Я на воде. По эту ямку уже ребята обкидали. Один говорит сошел. А я пойду ниже. Там офигенные места есть. Покидаю там. Начну отсюда. Мося. Ага. Пом деревьев. З chilling. Бывает. Размеш. Такой вот синий утес Продолжаем Очередная яма Уже и воблером кидал там повыше И в лесной тишина Листья там опадают Листья там опадают Листья там опадают Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Какое-то супер популярное место Вот машина с утра пришла Там было 3 человека Еще сейчас 2 человека подтянулись В общем все Я прощаюсь с этим местом И говорю вам до свидания До следующих рыбалок Субтитры сделал DimaTorzok Парни вы наверное заметили Что в эту рыбалку у меня другая куртка Вот она Новая куртка Fintrail Пришла мне Совсем недавно Что можно сказать Буквально пару слов Материал очень плотный Пятислойный как заявляет производитель 20 тысяч водостойкость И 7 тысяч пароотведение Что мне понравилось Это Вот эти Вот эти манжеты Можно реально руку опускать в воду Вода в рукав не затекает Вот я помню раньше До этого у меня была куртка В дождь рыбачишь Постоянно У кофты рукава мокрые Как вот Удочкой махаешь Туда-сюда Там То крутишь Вода затекает в рукава Это Ну неудобно Да Ты потом мокрый Здесь такого не будет Это точно Второе То что мне понравилось Здесь нету липучек Здесь вот такие магнитные Замки что ли Магнитные замки Так Все Они достаточно крепко держатся Застегнул молнию Магниты слиплись И все в порядке Это мне тоже понравилось Куртка забродная Мембранная Как вы понимаете Удобного фасона Я вчера в ней Рыбачил Как раз Когда дождик был Мне понравилось Ну вот теперь у меня Вейдерсы Финтрейл Забродные ботинки Финтрейл И для полного комплекта Еще и куртка Как раз Готовка Синей Холодной Мокрой рыбалки Все ребят Я поехал в Барнаул До следующих Встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok